друзья мои всем здрасьте 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 после последнего видоса мы в нее в комментариях написали что давай на кормаки в общем опять кормочки опять же приехал это место опять ветер всю ночь такой был ураган друзья мои я думал все посносит на своем пути и так сегодня ветер нас 10 метров в секунду с порывами до 20 вот при можете себе представить что тут происходит снова пришлось хотел на ту сторону встать но получается вся волна идет прям в лицо там такие гребни уже собираются с пеной в та сторона вообще нереально пришлось вернуться на то место где мы были ловить сегодня будем без всяких пищалок без всяких новомодних движения так как я ловил 15 лет назад и даже больше скажу прикормку всю сделал самостоятельно друзья мои и даже монтажи кормаковские связал самостоятельно я нашел старые тоже там у меня в коробке отдельно лежали монтажи все спутанное перепутанное выбрал обрезал навязал новые крючки он взял семечки переработал их в блендером то есть сварил горох так что сегодня чисто у нас народная рыбалка три кормака посмотрим может получится сегодня карася и опять поймать хоть одного двоих троих поймать карасей ловить будем даже на червя на катыши в общем будем экспериментировать не никаких бухлов никаких рот подов стоечки три душманских кара этих удилища телескопических такие дуб полу дубиночки скажем так ну все по-простому короче все друзья мы начинаем такие стойки они уже ржавые ну какие есть суть дела не меняются ржавый не ржавый но сейчас ставим снова стойки стойки стоечки 6 стоек воткнул три кормака как обычно все заряжаем кормочки кормочки сейчас по обрезаем старые монтажи тут крупные крючки а я навязал вот новые как пружины старые на монтажи новые разные тут и арбуз есть и груша ну модели также такие отгруженные в общем разные все и крючочки тут маленькие такие прямо на карасика перевяжем перевяжем монтажи хотя ну ловили они в принципе и прошлый раз погода она вообще никакая поэтому рыба я представляю это медолашка как себя чувствует так все старые монтажи убираем с крупным крючком хотя под червяй ну можно и покрупнее но я хочу еще и синий на катыш половить прошлую рыбалку тупо на червя ловил ну и сегодня не отрицаю того что может на червя тупо и клевать так поехали такой монтаж коротенький поводок вообще коротюсенький маленький крючочек некрупная пружинка весом где-то на 35 грамм плюс корм где-то полтос будет дистанция работы навряд ли будет нас большая что вся бралась рыба вот на бров сейчас мы все на попали чуть-чуть я брошу и холод ради интереса в прошлый раз мы приехали рыбы у меня не было приходилось именно ее заманивать но и поклевки были редки где-то раз в час у меня поклевка было вот классно провел реставрацию тут некоторые пружины вот это допустим пружина этот штырь внутренних проскакивал постоянно чуть жал вот и принципе рабочие нормально новая получилась кормушка у нас вот так вот так теперь по прикормкам смотрим горох пшено семечко это прикормка сделано дома также это сейчас если а мед мед такой в красном цвете все самодельное дальше вот прикормка мошка даже завелась прикормка ванильная с запаха ванили в общем сегодня именно такие лёгенькие ароматы а тут у меня хлопья но не овсяные хлопья панировочный сухарь есть и и хлопья горохов фу блин жемухи разлетались в общем будем пытаться разные делать прикормки но все доступно для каждого рыбака и все по бюджету так начнем хотя пшено сейчас стоит и моё как прикормка почти значит первый вариант немножко пшено землюку классику прям жанра немножко пшено добавим горох вот так вот вас горох будет база есть хороший запах блин и запах конечно жесткий так и давайте добавим семечку попробуем таким образом соблазнить нашу рыбу все перемешиваем делами такую прям как пластилин были на запах потом в комментариях писать о а что особенно не знаю знаете самое смешное вот вообще во всем честно скажу в комментариях особенно кто не в теме да вот такие люди которые ловишь допустим там с корабликами с рот подами всякими прикормками модно пишут фу ты мажор ты этот самый но есть такое как только я ловлю на такие прикормки такие на кармакита все простенько нищеброд дубинщик фу ты чё себе не можешь позволить ну то есть да понимать о чем я ну люди не понимают что я допустим не спортсмен я ловлю так как не нравится мне так удобно так я начинал раньше ловит это классика для меня мне нравится допустим без пищалок иногда порыбачить в чем проблема я же не навязываю никому это стиль ловли правильно никогда не осуждаю я вижу я с рыбаками общаюсь и я же вижу на что они ловят ну я никогда в жизни не буду осуждать их не а их местности но естественно если он не ловит там на электро удочку поэтому можно встретить особенно дедушки на речках сидят там с такими каратышами алюминиевым еще старинными что и что и что теперь я не помогу не могу понять не такой же рыбак или человек как мы но друзья мои делайте выводы будьте умнее никогда не делайте никому замечаний по этому поводу мой вам совет еще добавляю во все такой пластилинчик у нас получается и сейчас добавим еще сюда хлопья гороховые пылящий эффект в неду запах я не передам я думали через 10 технологий позволят передавать какие-то хоть запахи приятные хотя бы вы были на себе на чуть-чуть оставить такое тесто делаем 7 и тесто в чем прикол семечка она будет разрыхлять это своего рода и гейзер там же маленькие частицы шкурки им всегда всплывают будут работать в общем она нормально у нас есть панировочный сухарь добавляем это бомба хлопья натурпродукт точно все без демо вот сухарь вообще скрепляет хорошо нашу прикормку мягкие мягкие запахи реклама бакалеи сегодня поддержим нашего производителя растительных добавок аграрий рулят мой всех она становится именно классной именно классно становится прикормка все сейчас на впитает в себя мы сделаем разные виды попробую еще хочу с медом на центральной короче все давайте хотя бы не забросим так среди мусора опять нашел и банку база везде горох единственный будут добавки горох и немножко у микси пшена а там уже будут разные добавки так это будет у нас с медом ставим катыш катыш гороховый и забиваем базу нет просто шикарно просто шикарный запах так сейчас прям облеплим побольше вот так поводочки еще раз говорю коротенькие поближе кормушки я прошлый раз ловил речные монтажи но такие даже не так речные как все равно больше рассчитано на лето крупный крючок по длине и поводок но это не тот случай так все забиваем поплотнее вот так далеко не буду бросать вот так вот супер поплавок ностальжи песня сразу звучит как 15 лет назад один в один так вторую делаем смотрите все то же самое горох база у нас пшеном и вот она прикормка в домашних условиях это меня печенье молотые на я дробил кукурузные изделия там ну все зерновые культуры и вот отличите ее от магазинной смотрите запах офиген ну естественно с ароматизаторами панировочный сухарь я делал духовке ну а попробуй это с ванилью ванилью хорошо ванильное печенье так ваниль добавлял ванилин вот сейчас посмотрим как это будет все работать у на мои прикормки уже прилетел какой-то зверь замес не одену ванильный катыш на этот на 3 поставим классику жанра это червь может все-таки червище как если судя по прошлой рыбалке человек конечно доминировал ну по крайней мере у меня он рядом наоборот катыши работали не пойму сегодня посмотрим короче будет работать прикормки всех разу не базарно горох все запах офигенный вот так это выглядит кормим рыбу так ну все слепили котлету катыш катыш ванильный соответственно совпадает с ароматизатором все смотрим что у нас получится все делаем также заброс ловись рыбка большая маленькая а лучше большая большие карастики люблю вот так все дипера испугалась а так она может внес дах яйца ворует у ребят для натяжка натяжка хорошая прям натянул на ванильную кашу там давит учусь и углу сошел ребята нифига себе не моё ребята сход такая поклевка натяжка видно слабо зацепился ваниль ну нормас поклевочку видели вина пока колокольчики снимал этот момент я и упустил я согласен когда толпа сидит людей с колокольцами она блин напрягает но так как тут ближайшие рыбаки далеко на на скорее всего иногда я снимать их не буду уже я уже реально сейчас потерял рыбу и нормальную рыбу дело в том что понимаете в чем прикол видели как долбила явно не ладошка была натяжка была конечно жесткая даже я бы не сказал что каросиная поклевка серьезно жаль жаль я даже не увидел рыбу и всю прикормку облепили в виде жуки хирянти сколько их тут елки-палки где вы взялись уже это вкусно пахнет крючочки маленькие тоненькие видно зацепилась слабенько все в принципе все рассказал показал теперь наша задача дождаться рыбу да и у моих это клюет такой крючочки маленькие клюют монстры какие-то елки-палки вот и домашняя прикормка карась в большие караси ребят реально хороший карасик стой 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 же ж ты не уходи так что мне эти крючки не нравятся уже еле за цепляйка идет маленький вообще разбит крупного на еще раз пробуем если вдруг такое случится у нас будет опять сход значит на чуть-чуть крупнее крючок но опять же не факт что он чуть крупнее будет браться в общем вопрос ну караси такие зачетные грамм 400 ушел точно ну ладно не суть вторая поклевка главная процесс есть поклевки то что мы рыбу не вытягиваем это ладно это сейчас приспособимся сказать я поменяю кормушку на другие крючки просто так две рыбы я слил уже вот и две хорошие этот грамм 400 а тут еще крупнее был первый но суть опять же в том был бы может быть крупнее крючок он и мог не взять вот тут такой момент скользкий ладно вот сейчас попробуем будем искать все-таки прикормка ставит или катыш на точку червяк молчит странно но факт вообще тихо так надо перекус сделать не надо сделать перекус и как обычно попрет клев о делаю замену кормушки третий слив выпуск она даже не засеклась то есть она засеклась но и даже не почувствовал когда засек хотя поклевка было меняем все провели замену крючочки крючочки повеселей у поехали ветер вообще жесткий поднялся так это тоже перри заброшу щелью нравится мне все это ну и все они что-то дергается ну ну что за покрыт там вроде там вот и все очень макуха друзья мы не всегда хорошо оказывается убрали макуху а что такое да и ты шо ну глянь я не могу понять что происходит как я получаю только рыбу хотелось бы хотя бы сфотографировать блин да что ж такое лето когда мелочевка очередная клюнула нет интенсивности от поклевок реально вот эти все поклевки произошли где-то за полтора часа то есть это между поклевками проходит время 20 минут 25 минут вам идет им какая-то натяжка вот ну сейчас пристроимся пристроимся но понять надо рючель два раза сняли никаких действий здесь клевал часто пока не заменил вот пожалуйста крючок поменялась поставил более крупный все он замолчал тишина стоит то есть сейчас если мы вернем обратно ту кормушку поклевки будут но реализованных поклевок также не будет даже ради эксперимента можно так будет чуть позже сделать если не заработает . клевать не будет поменяем кормушку цель надо какой-то нонсенс кормушку поменял и мое самое рабочее удилище перестала работать блин давайте проведем эксперимент я верну ее обратно возможно опять будут сходы но мне просто интересно будет клевать или нет или вот чисто ради эксперимента я просто ну не могу понять почему так все резко поменялось все делаем перезаброс возвращаем назад маленькие крючки все вернула и обратно кормушку вот такие маленькие крючочки видите ради чистоты эксперимента серьезно карасямба зеркальный зеркальный карась свеж не выберет смотри а правда чем лысый какой-то не являй опять цвет какой глян ты на него вообще посмотри на его цвет так я не понял сплошная гематома какой-то лет хочу вы выкиньте учили то он больной какой-то тегра там падает чайка говорю чешуя под какой-то таково на месте куда же одна гематома ты за накатыш горуховый то пусть идет домой вам назад что и стоило доказать видите опять поклевка на или еле дергается но сейчас рыбу мы естественно не выкинуть смотрите об будет сход пока он есть на крючке но не факт не буду в руках его подержать давай лучше подхват еще поближе подведу но не крупный не крупный дион или подбери начинает вот о ее майор карасик я сочусь желтый да весь все проколол ну вот он пожалуйста маленький крючок сразу поклевка был бы чуть чуть крупнее сошел бы реально просто такой ладошечный он как-то это бойко себя вел а был бы такой как с утра клевали нужно вряд ли вытянули его вот его ребят снимаем колокольчик или не снимаем вот подсекаем вот у меня есть конечно тут сходы но единственный монтаж на который клюет все из-за того что маленький крючок ветер затихает потихоньку хорошо может поменяем место возможно переехать на более отмель я сейчас работаю почти на трех метрах а там куда я хочу переехать там даже двух метров нет глубины и глина вот а тут у меня какие-то зацепи видно или за бровку цепляясь постоянно и не пойму вот не пойму провис и все под натянем немножко а ну-ка о это вытянут мелкий оба так значит смотрите две рыбы в активе и именно сходов которые я не дотянул это было два вот и три поклевки непонятно хорошие поклевки но не засекались рыба то есть в принципе и особенно вот масса такие будут и все и на этом останавливаемся кстати достаю уже вторая улитка охотиться на катыш и вот вторая уже снимаю оля клев попер а а а а были и а и и с этой стороны дерево вот ветер в лицо потом сейчас попробую дал на пуха крутит в разные стороны а сейчас так пообщались с рыбаком на рыбак стоит и вроде проклевывать сейчас посмотрим она крепят сейчас я брошу по быстренькому два кормочка кину и холод посмотрю разница есть между глубинами или нет все друзья мои забрасывать потом включаясь так по звуку может быть приглушенный звук потому что ветер в лицо видите волна идет на нас мне нравится в кормаках друзья мои все оперативно вот собрал собрал их за стойки ставим и забрасываю и сейчас на немножко заброшу сразу чуть-чуть место уберу хотя бы немножко потому что это плохо все что я вижу все мы были на противоположной стороне теперь попробую тут просто интересно если со звуком вот проблемы прошу прощения видите даже пена вот собралась ветер очень сильный реально одели чупа-чупс с подтягиваем так ну два я забросил сейчас проведем эхолотом дистанции посмотрим по наличии рыбы какая глубина на ветер неугомонный какой-то так на подтянуть чуть-чуть так выберем эхолот так чирбосим или про плюс давайте про плюс побросаем а то мне писали типа почему только чирпом пользуюсь про плюс чтобы типа сломался нет виде даже узлы есть я пользуюсь и он прекрасно работает уже четвертый год у меня эхолот и все с ним нормально поэтому как бы так чирп чем круче вот сравнение просто между ними двумя он даже 10 сантиметров покажи покажет вам глубину если будете проводку делать это далеко там тростнике да плюс карте сама система чирп картинку переворачивает этот чуть проще естественно ну принципе свои функции выполняет вполне давайте бросим про плюс это уже дедушка у меня такой и гляньте его сохран то есть идеально давайте побросаем про плюс я смогу добросих подключим и примерно будем понимать где мы ловим там вот я проверялся напротив стоял там маленькие рыбки попадались на экране размытости ну маленькая рыбка и клевала так все включаем программу deeper слишком мелко или слишком глубоко видите а чирп уже показал бы тут сантиметров 10 глубина вот вот и в принципе уже разница какая есть все поехали ребят забросы делать картинку выведу вам обязательно на экран эту камера плохо передает вот сейчас нашу дистанцию примере где мы там будем половить дальше я и не брошу кормак ветер встречный так смотрим метр восемьдесят метр девяносто явно меньше почти на метр сразу подъем идет метр семьдесят травка есть метр шестьдесят метр пятьдесят ну а то даже свальчик идет походу да за тростником пока так же и вот это не вижу ее мое странно сейчас еще сделаем заброс один чуть подальше попробуем швырнуть посмотрим чуть подальше и можно чуть чуть левее вот так вот так есть о вот и рыбка наша стоит стайка чуть ближе уже нет один крупненький даже среди них есть чуть подальше на 2 10 стоит в глубине все на подъеме рыбы нет да видите все подъем пошел все я услышал куда мне бросали я чуть ближе бросил конечно хать блин ну ладно все вы матом примерно картину мы знаем подмотаем неудобно бросать бросаю ветер выдувать дугу блин далеко не могу бросить нужно максималку швыряю дофига приходится выбирать лески ладно давайте что часик полтора сидим посмотрим что тут вроде помельче тростника побольше да ё-моё гляньте не могу никак подтянуть его прикол в том в рыбу попасть не могу блин начинаю брать левее рыба стоит вот тростник и стоит там ветер выдувает блин хорошую такую дугу блин падает на этот самый и получается мне только приходится бросать там где рыбы блин нету ё-моё кто своей рыбы снимать чужую на кармачок поклёвка ну что не водит никуда есть 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 карась хорошенький карась вверху длинный тоже в принципе клюет не так часто как хотелось бы хотя думали что если волна сюда обычно волна в лицо это хорошо но судя на что на катышку на гороховый да на оранжевый так я наверно смещусь за этот тростник с той стороны сейчас обойду здесь я говорю рыбы не увидел там вроде как рыбка есть по раздюгнула рядом тоже клюнула не знаю вот я смотри полчаса стою пока вот вообще тихо я сейчас перейду и буду сюда бросать может будет клевать а может ветер опять поменялся то есть ветер прошел потом сразу изменился на северный вот так вот за этим тростником я стоял раз в ветер вообще дубасит конкретно все попробую все заряжено в чем преимущество кормаков оперативность пам 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 и все готово и в рыбу и в рыбу тут почва конечно пожестче о хорошо вот так так все забросил остались только гороховые катыши подтянуть еще ветер порывы то проходит то тучи теперь солнце ветер перекрутился блин еще не стабильная погода соответственно и клев не стабильный ну чего выпасть уже у нас есть в активе поэтому по ходу поклевка сразу со старта на точку попал значит что если там караси пошел к нам туда вот так карасик нам пришел со старта господи стана бросить не мог куда ты и сюда и ко мне мой юный друг может сойдет тут обрывы я не пробовал ох нифига себе карасик стой 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 красавчик на белый катыш на ваниль вот так заработала точка там где я ее увидел так уходим в сторону в ветке нам мешать вот забрался пошел за рыбой обрывы тут неудобно конечно руки помыть ой поклевка на центральный слабо латянула и бросила я все вижу я все вижу катушки уже смазывать пора уже все работает новая точка подхват остался там неплохо ладно попробовал без подхвата украсть хороший ребят караси вообще зачетный реально клюют красивые эти е-мое ребята забиваю кармаку поклевка есть карась только вытащил только вытащил только вытащил оба карася был бы штиль друзья бы вообще снял бы эти колокольчики но сынок это грузик на цеплять какие красивые поклевки ребята шикардос опа вот это блин у петрыбка у петрыбка опана да караси хорошая не огромная но и не маленькая да ладно гляньте что творится специально ильина ух ты ух ты ка гляньте старается да 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 иди сюда на расход пока поклевку снимал сошел карась наверное ветер снова начал дубасить конкретно причем ну и рыба активная капец реально опять же работает эта точка которую мы нашли за тростником то есть видите правее бросаю вот они и работают уже прямо уже тишина не хочет что он отправляли он он поэтому уж эти поклевки красячие поддавливает прям блин рядом клюнул ребята тут у меня творится что-то ужасно его моет все тут сойдешь на поле короче караси на меня походу напали караси да я тут сейчас подожди подожди есть один есть карась это жестко нападение карасячие нападение потише сюда красиво руши хорошая караси вот это рыбалка блин ветер на карась издурело ничего не пойму гляньте на провисали ты там или не там натянул не пойму я а там так а вот а и и и и и и Так, ну, еще, наверное, пару рыбы достаточно. Буйный какой, есть. Опа, красивичка. Карасевич. Разок стукнуло, провис и все. Рядом то же самое, два раза натянуло и бросило. Но промочки живые все. Чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. Ого, ого, а что? Давайте с колокольчиками хоть чуть-чуть. Звук колоколов. А то и так снимают целый денег. Герзкий карась. Герзкий карась. Опа, есть карась. Чую мое. Долбануло. Он на первой. Провис в хлам. Рыба. Рыба. Рыба, рыба, рыба. Офигеть. Рыба. 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 Блин. Выдувает такие вещи. Так, ладно, пускай пока стоит. Так, что у нас с тобой? Сейчас подтянем. Ты там или не там? Что-то у меня подозрение, что ты тут. Точно там. Да, тут. Эх, карась. Что он как на море? Ёлки-палки. Пуянин карась. Понятно. Кому хочется. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Ого. Хорош-хорош парень. Ого. Красавчик. Так, пока забросил. Короче, пианино какое-то нафиг началось тут у меня. Ты шо? Ну тут провисла на уху наряну. Есть. есть рыба тут или нет по-моему есть они сошел видно пока я ладно что хочу сказать хочу сказать так ребят будем заканчивать рыбалку что вам хочу сказать отлично вы все сами видели как я уже сказал все по-простому все обычно буду сворачиваться нужно вовремя останавливаться потому что я ухотел ехать и полчаса назад она клеет то 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 но этот азарт рыбацкий вы в курсе дачами надежда пишите в комментариях блин тут провисок или как это мелочек от любви все потянет вот пишите в кометах на какую рыбалку мне выехать кормочки я выехал тупан по вашим просьбам в комментариях давай 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 ну я понимаю мы и канал начинал свое движение за таких вот снастей вот так мы и ловили ладно ребят буду заканчивать ветер вообще ну вы все сами видите просто такой штормовой но при этом как вы видите рыба клевала как из пулемета сейчас вот такой вот затишье и тот по моему народу тут висит увидите будем чуть-чуть да скорее всего рыба есть одну небольшая стала уже более-менее мелкая с утра прям хорошие кабаны срывались блин а уже ближе вот после обеда уже начинается мелочок а ладно суть не в том пишите что вы хотите там фидер карп фишинг кормочки уже были так что давайте или поплавочек друзья мои выбирайте все всего вам хорошего до новых встреч не болейте крепкого здоровья вам и вашим близким всем пока и до новых встреч на канале всем до свидания друзья мои моя бедненькая собачка вот и собака какая ади твоя лапка эти лапки нет ты кушать хочешь да что сама делаешь давайте сейчас вкусняшки да давайте вкусняшки кушать лучше кушать лучше не спеши как нет еще сдал кушать кушать где же как нет давай короче колбаски там давай точить все все не спеши кушай